Hello, my dear student! I'm happy to welcome you again! Рада вас приветствовать на уроке английского языка. Сегодня мы продолжаем тему еды, работаем на странице 93 учебника. В конце этого видео не забываем, что еще нас ждет разбор, детальный разбор рабочей тетради. Поэтому поехали! Начнем с первого упражнения. Необходимо listen and say the chant, прослушать и повторить этот chant. Давай с тобой его разберем сразу. Итак, где наша указочка? Вот она. Jelly is yummy. Желе вкусное. Jelly is sweet. Jelly. Желе сладкое. Willie likes yellow jelly to eat. Willie нравится желтое желе, чтобы его кушать. Willie нравится кушать желтое желе. Jelly on potatoes. Желе на картофеле. Jelly on rice. Желе на рисе. Willie likes jelly. Willie любит желе. It is very nice. Оно очень вкусное. Давай с тобой послушаем еще аудиосопровождение этого замечательного чанта. Прочитай еще раз самостоятельно данный чант и повтори его. Возможно, получится наизусть. А мы переходим ко второму заданию. Listen and point. Послушай и повтори. И покажи еще, кто что любит кушать. Вот у нас детки. Они все соединены с определенными продуктами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Does Tracy like hot chocolate? Yes, she does. Does Luke like hot chocolate? No, he doesn't. Does Liz like hot chocolate? No, she doesn't. Does Ben like pears? No, he doesn't. Does Luke like yogurt? Yes, she does. Does Nick like pears? Yes, he does. В данном задании необходимо посмотреть и сказать, что кому нравится. Итак, Лиз likes hot chocolate. Трейси нравится горячий шоколад? Luke likes strawberries. Luke нравится клубничка. Лиз likes cherries. Лиз нравится вишни. Ben likes cheesecakes. Бену нравятся чизкейки. Вик likes йогурт. Вик нравится йогурт. Ник likes pears. А Нику нравятся груши. Повтори еще раз. Какой ребенок, который из детей, что любит кушать? Не забывай, что если мы используем ребенка в единственном числе, то мы говорим слово like с окончанием s. Например, у нас Luke likes, Liz likes, Ben likes, Vic likes, Nick likes. Упражнение четвертое. В парах задавай вопрос и отвечай на него абсолютно такие же вопросы, как у нас были в упражнении третьем. Например, Does Luke like hot chocolate? Luke нравится горячий шоколад. Заведомо задавай вопрос неправильный. Ответ No, he doesn't. И затем тот, который отвечает, может еще и рассказать, что ему нравится на самом-то деле. Luke likes strawberries. Does Ben like cherries? Бену нравятся вишенки. No, he doesn't. Нет, ему не нравится. He likes cheesecakes. Does Vic likes hot chocolate? А Вик нравится горячий шоколад? No, she doesn't. She likes йогурт. Упражнение 5. Make cards, then ask and answer. Сделай карточки, затем задай вопрос и дай ответ на эти карточки. А затем нам необходимо будет написать и рассказать, что кому нравится из твоих одноклассников. Выбери кого-то одного, одного человека. Пусть это будет не одноклассник, пусть это будет подруга, друг, мамочка, папочка. И расскажи, что им нравится кушать на завтрак, обед и ужин. Anne likes sandwiches for breakfast. Anne нравится, например, бутерброды на завтрак. She likes soup for lunch. Она любит суп на обед. She likes potato for dinner. Ей нравится картофель на ужин. Why not? Напиши свои собственные идеи. Выбери своего собственного человека, о ком ты будешь писать. А теперь переходим к нашей рабочей тетради, упражнение 1, страница 78. Choose and write. Выбери, напиши. У нас есть два вспомогательных глагола. Do и does. Давай я с тобой вспомню, когда мы, какой из них используем. Первый вопрос about Anne. Вопрос про Anne. Значит, мы используем does, так как Anne это she. Для третьего лица единственного числа мы используем does. Does Anne like milk? Yes, she does. Для слова you мы используем do. Записываем с большой буквы. Do you like jelly? Жили, нравится? Yes, I do. Третье. Sam does not like tomatoes. Сэму не нравятся помидоры. Четвертое. Mike опять единственное число. Does Mike like cheesecakes? No, he does not. Нет, ему cheesecake не нравится. We do not like soup. Здесь вот мы используем уже do, потому что we, множественное число. We do not like soup. What do you like for dinner? Что ты любишь на ужин? Do you like ham? Тебе нравится ветчина? Yes, I do. Конечно, нравится. He does not like fish. Ему не нравится рыба. Окей, that's all for today. На сегодня это все. Мы с тобой сегодня замечательно поработали, выучили chant, попрактиковались опять в постановке вопроса, краткого ответа и вопроса в настоящем времени. Вспомнили, что мы используем после ребенка, имени ребенка в единственном числе слово с окончанием s, likes. Вспомнили также, что вспомогательный глагол, ну, то есть слово, которое у нас помощничек, очень верно для того, чтобы поставить вопрос и отрицание в предложении, это do и does. Does используется всегда с единственным числом, со словами, которые обозначают он, она и оно. Do используется со всеми остальными словами. I, you, we и they. Окей, that's all for today. На сегодня это все. Thank you for your attention. Встречаемся на следующей неделе в уроке восьмом. Мы будем с вами читать и слушать интересный рассказ. Story time. Урок будет истории. Goodbye. See you later. Have a nice weekend.